FODFM.RU представляет Максим Хорсон Клинопись Продолжение и окончание Гюль-Шамаш Рассказывала историю столь древнюю Что времена библейских пророков Казались днем вчерашним По сравнению с ней Вот вероломные боги Неродивые дети Теоматы Апсу Младые и гордые Единожды отступившиеся Мать возжелавшая Власть взолкавшая Над землею и небом Ох, жестокая грянула сеча В которой бессмертные Лишали жизни бессмертных И поднял на дерзких отпрысков Длань Апсу первородной И была отсечена та рука Вместе с Санцеликой главой Вдова Теомат Помутилась рассудком И создала армию Чудища демонов злобных Назначила править Ею любимца Крозное чудовище Кингу Лохматову Блюдка Тины Болотной И послала Сразить молодых богов Детей заблудших своих Вместо меча В лапы Кингу Вложила табличку судьбы И медный резец Чтоб мог менять он Движение мира И вести свои полчища От победы к победе От победы к победе Верещагин почувствовал Что слова Гершамаш Вводят его в транс И вот Сквозь огонь костра Он глядит сверху На болотистую долину Междуречья Два трепещущих Словно синие вены потока Тигр и Ефрат Шествует по воздуху Строй одетых в юбки воинов С телами столь могучими И прекрасными Что им позавидовали бы Греческие изваяния Если бы человеческие страсти Имели над ними власть И грозили небу Косматые полчища Выбираясь из топи Были повернуты К армии младых богов Уродливые рыла И на все происходящее Безучастно взирало Юное солнце Но Тиомат ошиблась Перевел шепот Гершамаш Абдулла Сам непроизвольно Понижая голос В первом же сражении Кингу вынул табличку Судьбы Стул с нее были Взялся было за резец Но тот с изумлением И ужасом увидел Как та сама Без чьей-либо помощи Покрывается клинописью И письмена эти Притрекали поражение Для Тиомат И страшную смерть Для Кингу Тогда Кингу понял Что даже боги Не в силах Переписать чью-либо судьбу И дальше Случилось так Как было написано На табличке И завершилась Эпоха первородных Дорогой Верещагин тряхнул головой Приходя в себя Девы, шайтаны, фриты И прочая восточная дрянь И демоны Выбирающиеся из грязи В долине Междуречья Казалось Отойди от освященного Костром пятачка На шаг И тьма Закружит тебя В смертельном вальсе Взорвется Адским хохотом Забряцает копытами Заскрежещет клыками Итак Табличка судьбы Оказалась в руках У безумца Спросил он Абдул Джордж Смит Вознамерился Воспользоваться ею В каких-то Личных целях Понять его цель Не мудрено По примеру Гильгамеша Смит Собирался Помериться Силой С целым миром И обрести Таким образом Бессмертие А именно Он планировал Собрать воинство Из безродного Пустынного Сброда Затем Затем Захватить Власть В каком-нибудь Отсталом Восточном Государстве На судьбу Которого Никто Бо Не обратил Внимания Далее Он ввел бы Войска В соседние Эмираты Так далее И так далее Безумец Или воплотил Бытикие Замыслы Или погиб Верещагин Потер Виски Руками Было Странно И дико Слушать Такие Откровения Из уст Контрабандиста Который Всю жизнь Шатался По пескам И захудал Им окраином Городишком Но эта ночь Преподносила Сюрприз За сюрпризом Ты же у нас Караванщик Сын Караванщика И внук Караванщика Прищурился Верещагин Откуда тебе Все это знать Абдулла Не смутился В том Что я украл Таблички У Смита И везу их В Россию Нет ничего Странного В тайной Канцелярии Николая Второго Хорошо платят Эмиссарам Бороздящим В доле Поперек Дальние Страны В поисках Загадочных Изделий Древних Надо ли Говорить Что имеет Самую Высокую Цену Правильно То что Некогда Было Оружием Даже Самым Невероятным Даже Бесполезным Всего Лишь Знать Судьбу Да Этого Мало Для Богов Но Для Людей Достаточно Чтобы Не Проиграть Ни Единого Сражения Ответил Абдулла Табличка Судьбы Была Создана Чтобы Возвышать Богов Над Богами Здесь Здесь Оказалась Бесполезной Но Возвысить Своего Владельца Над Людьми Она В силах Возвысить Народ Над Народом Она В силах Тогда Почему Ты Не Оставил Табличку Себе Абдулла Расхохотался Он Смеялся Потирая Живот Хватаясь За бока Утирая Слезы Моей Клинописи Моей Клинописи Не Сказано Что Мне Суждено Носить Корону И Ты Решил Отдать Это Оружие России Моя Жизнь Лишь Вольный Ветер Ответил Абдулла Отдышавшись К тому же Мне Хорошо Заплатили И Заплатят Еще Больше Когда Товар Будет Доставлен В Петербург Поэтому Я спрятал Табличку Судьбы Среди Трех Сотен Табличек Со Сирийской Поэмой И Налоговыми Отчетами За Них Кстати Я Тоже Получу Немалые Деньги Тысячу Золотых Но Каким же Было Мое Удивление Когда На Таможне Ты Господин Капитан Открыл Тот Самый Тюк И достал Именно Ее Наверное Все Это Шутки Пресловутых Давнешних Богов Верещагин Пригладил Усы Куда Не поверни Всюду У тебя Выгода Но Никак Не могу Взять В толк Что Помешало Просто Вывести Таблички В Россию Зачем Ты Потащил Собою Женщин Опять Жадность Проклятая Вместо Абдулы Ответила Гюльшамаш Табличку Судьбы С давних пор Пытались Выкрасть У Энлиля Многие Но Владеть Ею Имеют Право Только Боги Если же Табличка Окажется В руках Людей Изменится Движение Мира Разрушатся Божественные Законы Перевел Абдулай Сейчас же Пояснил Гюльшамаш Жрица Бога Энлиля Которому Было Поручено Присматривать За табличкой Судьбы Немцы Русские Туркмены Ей все Едино Она Следует Туда Куда Направляется Табличка Поскольку Видит В этом Волю Энлиля Пока Она Рядом Боги Полагают Что Табличка В их Власти Если Бы Жрицу Убил Смит Или Я Но Я Решил Вести Гюльшамаш С собой Потому Что Не Хочу На Собственной Шкуре Проверять Сколько Правды В Предупреждениях Древних Сказание О Гильгамеше Говорится Что Моря Уже Выходили Из Берегов Что Огонь Вырывался Из Недр Обращая Народы В Прах И Все От Того Что Кто-то Дерзкий Пытался Завладеть Табличкой Я Спрятал Жрицу Среди Женщин Что Были Предназначены На Продажу Да Иначе Земля Налетела На Небесную Ось Рухнули Б Столпы Небесные Недоверчиво Хмыкнул Верещагин Она Ведь Жрица Но Никак Не Бог Гюль Шамаш Ответила Она По Сирийскому Обычаю Жена Бога Перевел Абдула Гюль Шамаш Натянула Ткань Платья У себя На Животе И Носит Бога У себя Под Сердцем Закончил Он Перевод Взошла Луна Стал Отчетливо Виден Силуэт Мукера Замершего Сверху На Цистерне За Льюисом У Абдулы Оказывается Был Пулемет Вот Так Честные Торговцы И Они Идут Прозвучало Вдруг Сверху Начинается Потер Ладони Абдула Перещагин Взобрался На груду Блоков Поначалу Он увидел Лишь пыльную Мглу Окутавшую Дюны Затем Из мглы Вырвался Отряд Смита Бандиты Шли К топливной Базе Полумесяцем Растянувшись Редкой Цепью Их лошади Ступали бесшумно Сами бандиты Двигались Четко Никак не хуже Чем вышкаленный Отряд Драгун На маневрах Абдула Раздавал Приказания На половине Дюжины Языков Справа и слева Заклацали Затворы винтовок Зашуршали Вынимаемые Из ножен Кинжалы Верещагин Понял Что половина Нукеров Залегла С ружьями На баррикадах Из строительного Мусора А половина Собралась Возле Навьюченных Зазвенели Уприжью Длинногривые Меряны Готовые Заслышав Свист кнута Потащить Ценный груз Хоть на край света Караван С секунды На секунду Отправится В путь Вот только Куда Так-так-так Послышались Частые Сухие Клопки Речь Льюиса Было сложно Спутать С чем-то Иным Ай да Абдула Ай да Сукин сын Все Предусмотрел Вот что Значит Иметь под рукой Путеводитель По судьбе Верещагин Увидел Как подламываются Ноги У лошадей Атакующих Как они падают Переворачиваясь Через головы И давя всадников Пулеметный стрекот Поддержал Ружейная пальба И строй Бандитов Смита В тот же миг Дрогнул Рассыпался Остатки банды Поспешили Убраться за дюны Слева Справа Сверху Со всех сторон Раздался Радостный Клич Нукеров Все Вперед Приказал Абдула Караван Сейчас же Тронулся С места Контрабандист Встретился Глазами С Верещагиным Смит Потерял Много людей Пояснил он Таможеннику И теперь Мы сможем Отбить Любое Его нападение Здесь Встать нам Больше нечего Пойдем Поспешим Пиджент Пока паром Еще у пристани Это тоже Было написано Там Спросил Верещагин С трудом Веря в реальность Происходящего Верещагин Стиснул Кулаки Караван Пошел Вдоль линии Берега У самой Кромки Пляжа По хрустящей Гальке Так близко К воде Что зачастую Набегающие волны Омывали верблюдам Копыта Пустыня Уже Начала Остывать Пески Щедро Отдавали Накопленное За день Тепло Звездам И медной Луне А ночной Бриз Окатывал Караванщиков Контрабандистов С соленым Холодком Впереди Показался Пиджент Городок Напоминал Бессистемное Нагромождение Темных Приземистых Сопок Ни в одном Доме В эту ночь Не светило Ни огонька Вероятно Их обитатели Попрятались Кто куда И теперь Молились Дожидаясь Утро Зато Паром Сиял Всеми огнями Топовыми Отличительными И гакобортными Корабль еще Стоял у причала Но судя по Мечущимся теням На его палубах Морякам тоже Не спалось И они готовились Отдать концы Абдулла Привстал На стременах Махмуд Алим За мной Остальные Охранять Караван Приказал он И пришпорил Коня Верещагин Направил свою лошадь Следом за Контрабандистом Бок о бок Они промчались По улочкам Пиджента Проскочили Мимо таможни И не сбавляя Ходу Въехали на причал Трофим Трофим Позвал капитана Парома Верещагин Трофим Уварович Капитан Парома Стоял на Нижней палубе Раскинув руки В стороны Словно огородное Пугало Капитан Явно Чувствовал себя Не в своей тарелке К его голове Было приставлено Дулы пистолета Пистолет Держал в руках Джордж Смит Рядом С полоумным Охотником За сокровищами Возвышался Его африканский Помощник Вооруженный Двумя револьверами Верещагин Заметил Двух бандитов На шканцах И еще трех На юте Бросив Быстрый взгляд За спину Он увидел Что причал Неспешно Перекрыли Трое всадников На нижней палубе Всюду валялся Мусор Разбитые ящики Распотрошенные Тюки Растерзанные Товары Чернели Острые Осколки Пластин Сразу напомнившие Верещагину А длинноволосым Любители Современной Музыки С базара То тут То там В глаза Бросались Кровавые Потеки Корабль Был захвачен И как пить Дать Обыскан Бандитами От киля До стеньки Гродмачты Я рад Что вы поспешили Улыбнулся Смит Говорил он В этот раз По-английски Однако В нашем распоряжении Все равно Очень мало Времени Покажите Мне руки Прекрасно Он удовлетворенно Крякнул Итак Господа Как только На причале Покажется Караван Вы Уважаемые Воры Контрабандист Прикажете Своим людям Передать мне Ту самую Табличку И ту самую Женщину И чтоб Без фокусов И без пальбы Пески Нынешней ночью И без того Сверхмеры Напились крови Обезьяна Сын осла Выругался Абдула Христа Радить Неожиданно Запричитал Трофим Уварович Смит Рассмеялся И перешел На фарси Я понимаю Твой гнев Абдула Ты упустил Самый большой Курш В своей Презренной Жизни А вот Вас Господин Таможенник Я решительно Не могу Понять Вы Приступили Закон Вы готовы Способствовать Тому Что контрабанда Пересечет Границу И ради Чего Чего Ради Спрашивается Я не могу Допустить Чтобы абсолютное Оружие Досталось Безумцу Ответил Верещагин А кому Оно Должно Достаться Округлил Глаза Смит Мне Человеку Готовому Отнять У пустыни То чего Она меня Лишила России Николашке Кровавому Адмиралу Рождественскому Отправившему На дно Цусимского Пролива Вторую Эскадру Да Я успел Просмотреть Прессу Бандит Пнул Скомканную Газету Которая Валялась Среди Мусора Я знаю Что дела У вас Хуже Не Придумать А может Табличка Судьбы Пригодится Славному Вильгельму Королю Германии Тому На кого Работает Паршивый Пес Абдула Он Лжет Бросил Контрабандист Зубы Заговаривает Я Желаю Восстановить Справедливость Притопнул Смит Око За Око Я Не собираюсь Подбрасывать Дров в огонь Мировой Войны Которая Разразится В этом Году Какая Мировая Война Спросил Верещагин Абдулу Контрабандист Подернул Плечами И ничего Не ответил Табличка Должна Остаться В пустыне Продолжал Увещевать Смит Ни один Коронованный Тиран Не должен Не имеет Права Владеть Столь Исключительным Средством Ведения Войн Христа Ради Прошу Павел Артемьевич Христа Ради Вновь Забормотал Капитан Боится Капитан Не хочет Умирать Назидательно Проговорил Смит Вы уж Не извольте Шутить Господа И тогда Быть может В руках Капитана Блеснуло Лезвие Смит Внезапно Захрипел И согнулся Пополам Абдул Обросился Вниз Молниеносно Выхватывая Искобур Имаузер Трое Бандитов Смита Что целились В их спины Со стороны Причала Наверное Ничего Не успели Понять Абдул Расстрелял Их Из-под Крупа Лошади Свесившись С седла У Верещагина Не было Времени Оценить Виртуозность Трюха Контрабандиста Спешившись Он рванулся Навстречу Негру Темнокожий Небрежно Пристрелил Трофима Уваровича И направил Дымящиеся Револьверы На Верещагина Но тут Тяжелый Словно Кузнечный Молот Кулак Врезался В его голову Расплющив Нос Пробитый Какой-то Ритуальной Деревяшкой Люди Абдулы Махмуд И Алим В тот же миг Метнулись На корабль Один на ют Второй на трап Ведущий Нашканцы Загрохотали Выстрелы Послышался Дребезг Разбивающихся Стекол Запели Среди рангоута Рикошеты Одновременно Со стороны Берега Послышались Крики И частые Выстрелы Это остатки Банды Смита Еще не зная О смерти Главаря Но подозревая Что на корабле Все пошло Не так Как было Запланировано Атаковали Караван Абдулла С гиком И присвистом Помчался На помощь Своему отряду Африканец Который Только что Пускал на палубу Кровавые пузыри Вновь оказался На ногах Верещагин Почувствовал Движение За спиной И обернулся Для того Чтобы содрогнуться От трех хлестких Ударов подряд Африканец Дрался Как заправский Боксер Он скользил Вперед Бил Перемещался Вбок Отходил И затем Снова Атаковал Верещагин Закрывался Руками И отступал Дикарь Свирепел То ли от Запаха крови То ли от Осознания Того Что главарь Банды Святой Мститель И не сложившийся Император Пустыни Мертв И валяется Среди Разбросанного На палубе Мусора Удары Африканца Становились Все яростнее Предсказуем И Пока Черный Кулак На излете Не оказался Зажатым В тисках Ладони Таможенника Вновь Взметнулся Молот Верещагина И Африканец Обмяк Но упасть Просто ему Было не суждено Верещагин Подхватил Темнокожего На руки Поднял Над головой И швырнул За борт Помойся Маленько Эй Таможенник Услышал Верещагин Слабый голос Смит Перевернулся Набок Одной рукой Он зажимал Края страшной Раны Протянувшейся Поперек Живота А в другой Держал Револьвер Оружие Дрожало В слабеющей Ладони Умирающего Но с Четырех Шагов Разделяющих Их мог промахнуться Только покойник Кладите его на землю Голову выше Это Абдулла А может Сама тьма Все хорошо, дорогой Не надо волноваться Ты на берегу Возле таможни Жди следующего корабля Если захочешь Повидать своего бога Судьбу не перепишешь На суше Тебе не погибнуть Слова контрабандиста Поглотила темнота Прохладный ветерок Коснулся лица Боли он не ощущал Боль придет Чуть позже Внутри Пульсировала Морозная пустота Будто у него Вырвали сердце Заменив этот орган Неподходящим По форме и размерам Осколком льда И никогда Еще острее Верещагин Не осознавал Что он Отец Умершего ребенка Господин капитан Ответьте Даже Павел Плакал Кахи Мы вынули пулю Он поправится Надеюсь Жалеть об этом Не придется Ни ему Ни нам Сказал Абдулла Абдулла Прохрепел Верещагин Он снова Пришел в себя Ночь Продолжалась Абдулла Что дорогой Ты работаешь На Вильгельма Эй Кому ты поверил Смит Разбойник Сорви голова А ты нет Я воин Господин капитан Это правда Что он рассказал О мировой войне Эй Протянул С сожалению Абдулла Все уже Написано На глиняной Табличке И изменить Клинопись Не легче Чем песчинке Бросить вызов Ветру Что гонит По пустыне Высокие барханы Однако Голос Абдуллы Был заглушен Надрывным гудком Парохода Где-то На дальней окраине Пиджента Словно Откликаясь Завыл Шакал Вот и все Уважаемый Продолжил После недолгого Молчания Контрабандист Каравану Снова Пора В путь Абдулла Отвези Табличку В пустыню Выбрось Проклятую Взыбучие Пески Молчи Уважаемый Тебе нельзя Говорить Не стоит Вручать Детям Ссорящимся Детям Отцовскую Саблю Когда он Вновь Пришел В себя Над Пиджентом Занималось Утро Хранитель Таблички Судьбы Энлиль Странник Стоял На краю Косы Размываемой Приливом И в волнах Отражалось Обличие Дервиша Покаранного Проказой Слепой Осел Терся Уродливой Мордой А бедро Божественного Хозяина Энлиль Глядел На сливающуюся С небом Линию Горизонта И нечеловечески Зоркие Глаза Не отрывались От мачт Парома Табличка Судьбы Вновь Оказалась В руках Одержимых Страстями Людей Вот-вот Одна Держава Посегнет На свободу Другой В раздор Вмешается Третья И четвертая И пятая Земля Содрогнется От поступи Грозных Армий Кто-то Всенепременно Кто-то Дерзкий Прибегнет Табличке Теомат В надежде Четвертой Изменить Движение Мира И ход Событий И древняя Клинопись Станет Вновь Вершить Народов Участь Забытые Боги Междуречья Мечтать Не могли О чем-то Большим Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok